Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Да, Цик Котзева у нас сегодня в студии. Исполнительный директор организации за легальное содержание, Парал Эргару Сатру. Я так понимаю, что есть, по крайней мере, для вашей организации такие обнадеживающие, даже приятные, известие, что все-таки вот этот нелегальный контент, подключение нелегальное сокращается, если я не ошибаюсь, на 19%, да? Да, добрый день. Всем слушателям. Да, 19,5% – это снижение за 2018 год, прошлый год. А вместе, если мы считаем, как мы начали серьезную борьбу с нелегальным телевидением, со 2016 года до этого момента снижение домохозяйства, которое использует нелегальные темы подключения, снизилось на 36%. Так что, если так будем продолжать, в следующем году уже будет половина. Но это хорошее известие, но эти цифры, о которых мы сейчас говорим, это так называемое, я ее называю, как физическое пиратство. Это то, когда классическое подключение к телевизору. Я не говорю об этих on-demand, подзаказных в интернете. Это другое дело. Это другое. Насчет этого мы будем делать исследование осенью. Это у нас в рабочем плане. А вот сейчас это было по результатам исследования профессора Саука. Да, да. С профессором Саука мы сотрудничаем уже третий год. Он, правда, в Латвии нету никого лучше, как эксперта теневой экономики. Это правда, да. Он в большей банковской школе преподает. Да, он сейчас преподает в Stockholm School of Economics. Да, он там профессор. И вот его слово в Министерстве финансов, это как закон. Вот он приходит, он говорит, вот есть такая проблема в такой отрасли, есть такой процесс. То есть это авторитет, да. Да, очень большой авторитет. И благодаря ему тоже в 2016 году, когда ассоциация начала работу, именно благодаря его исследованию первому, когда он показал эмпирические данные, что это реальная проблема, что мы не просто так плачем, да, легальная индустрия, что это правда проблема, то нас начали воспринимать серьезно. Активитет нелегального, борьбы с нелегальным телевидением Министерство финансов поставило большой государственный план по борьбе с теневой экономикой. В 2016 по 2020 год мы получили, как сказать, отдельную, ну, отдалю. В этом плане. Так что, да, эти цифры радуют. Еще радует то, что мы посмотрели, поскольку мы представляем тоже индустрию музыки, индустрию кино и фильмов, в Латвии на 6% увеличилось количество посещений кинотеатров. Маленький процент, но мы радуемся за каждую позитивную тенденцию, и еще количество просмотров в местных фильмах увеличилось на 5 раз. Конечно, это было благодаря столетию Латвии, и то, что киноиндустрия Латвии пережила такой, можно сказать, ренессанс, что было очень много фильмов, и это тоже показывает эту тенденцию, что людям всегда будет нравиться местные передачи радиотелевидения, местные сериалы, местные фильмы, местные новости и так далее, и это тоже цифра очень радует, что на 5 раз увеличилось посещение местных фильмов. И насчет музыки, использование музыки на легальных платформах увеличилось на 8%. Здесь я имею в виду легальные потоковые сервисы, как Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play магазины, и iTunes, и все это тоже увеличилось, на 8%. Так что индустрия музыки тоже может радоваться, и тоже использование YouTube увеличилось на 11%, так что это показывает тоже тенденцию, где надо развиваться, и как представители нашей ассоциации по музыке сказали, что физическое оперативство музыки почти умерло. Это больше не проблема. Проблема, конечно, интернет, большой запрос по нелегальному контенту в интернете, всякие есть новые виды пиратства, так называемые YouTube Reaper, которые переконвертируют песни с YouTube на MP3 формат и так далее. Так что пираты никогда не спят, все время надо за ними следить. Зачем они это делают? Это бизнес, вы думаете, MP3? Мне кажется, уже не такой. Ну, это не такой. Может, для себя? Да, это для себя, для друзей, для родственников, но это все-таки пиратство. И я считаю, что насчет музыки, зачем вообще надо что-то воровать? Это сейчас так легко пользоваться за доступную цену. Например, вот я слышу песню, мне нравится песня, я открываю аппликацию Shazam, мне показывают, что это за песня исполнителя, сразу соединяют с iTunes магазином, и 99 центов стоит одна песня или альбом, там, пару евро. И вы можете тогда его использовать? Да, и сразу вы покупаете, и сразу песня у вас в телефоне, и, пожалуйста, слушайте, в очень хорошем качестве. Зачем надо воровать? Я не понимаю лично. Насчет музыки, да? Интересно, извиняюсь, что я вас перебиваю, но вот вы, я так понимаю, естественно, такой продвинутый пользователь, как говорят, то есть для вас не составляет труда вот эту программу быстренько подключиться, быстренько, видимо, я не знаю, через интернет-банк или на телефоне снять эти, там, 99 центов, отправить, получить песню, но все-таки это говорит о том, что не потому, что там люди ленивые, все-таки говорит о том, что еще, наверное, большой процент людей, ну, понятно, что всегда будут те, которые не хотят платить ни 99, ни 29, ни хоть 1 цент. Да, всегда будут не хилисты, которые вообще, в принципе, ни за что не хотят платить. Ну, может быть, это тоже те, кто все-таки готовы платить, может быть, все-таки действительно это вопрос, ну, не знаю, какой-то, ну, пропаганда слова хорошая, может быть, это действительно вопрос какого-то такого ликбеза, чтобы люди понимали, что это очень просто, может быть, это в будущем какую-то акцию или компанию надо бы провести, что вот это очень просто. Понимаете, как сейчас Smart ID, как банки говорят, что это очень просто, даже для пенсионеров. Да, вы правы. И Министерство культуры начало что-то такое делать, и 2 года назад они сделали по деньгам еврофондов такую домашнюю страницу, она называется немдроши.лв. Это, ну, перевести, помогите мне. Ну, смело, бери, смело.лв, да. немдроши.лв, да. И там все в Латвии доступные легальные сервисы, всякие, и музыка, и книги, и видеоигры, трансляции, телевидение, фильмы, музыка. Но нам надо помочь, потому что никто о этой странице не знает. Например, прошлый год у них было 231 уникальный посетитель, но это ничто. Просто нам надо как-то помочь тоже ассоциацией популяризировать, потому что такие идеи уже в Евросоюзе работают. В Португалии есть такая домашняя страница, где люди знают, если я беру сервис с этой страницы, то это легально. И 100% легально. Так что мы обязательно будем что-то делать, будем провести или социальные кампании, будем образовывать людей. Работы еще много впереди. То, что эти результаты хорошие, о которых я говорила сначала, это радует, но хочется всегда еще лучше. И направление нам ясно. И сейчас большой вызов это интернет и пиратство в интернете. Ну что ж, об этом еще тоже поговорим, о пиратстве в интернете. Вот, тем не менее, если мы говорим вот еще вот и о воровстве, если так можно сказать, вот это вот через телевидение, все-таки, на ваш взгляд, это уменьшается, не знаю, благодаря какой-то разъяснительной работе, или просто сами те, кто вот эти нелегальные услуги предоставляют, они понимают, что и правоохранительные органы этим очень серьезно, помните, я в прошлый раз говорю, и за это взялись, и теперь это действительно становится небезопасно. Мое мнение, что один никогда не боец, это комплексный подход и работа, во-первых, полиции, отдел по киберпреступлениям с 2017 года очень активно начали заниматься этой проблемой, и это пункт один, пункт два, что тоже есть ассоциация за легальный контент и что индустрия объединена, потому что индустрия поняла, что надо что-то делать, и эти нелегальные конкуренты, которые воруют контент и не играют по правилам, это большая проблема, это второй пункт, и третий пункт, я хочу похвалить и вас лично, и всех СМИ Латвии, которые с первого дня ассоциации очень поддерживали нас и рассказывали об этой проблеме, и таком образом помогали поднимать эту правовую культуру Латвии, так что я бы сказала, что это такая компонент от трех частей и совместной работы, сотрудничества, и правда, СМИ очень помогали тоже участвовали социальной кампании в прошлом году, которые мы провели тоже первый раз по этой всей проблематике, потому что СМИ тоже понимают, что контент стоит деньги, и что, например, сделать одну передачу и радио, и телевидение, это не только один человек, это не только вы, Абби, который в эфире, там есть еще люди за эфиром, и эта интеллектуальная собственность, она имеет экономическую ценность, это то же самое, как в физическом мире, не знаю, почему людям все ясно, что нельзя ворвать сникерс или кока-колу в Риме, а почему-то в интернете или заказывая услугу телевидения у какого-то нелегала без договора и без качества и без сервиса, почему-то это это можно, я не знаю, почему, может быть, там это вопрос к антропологам, это что-то связанное с психологией, людей, мышлением, потому что это что-то виртуальное, что-то можно ощупать, что это фильм, песня или ТВ-канал, что это что-то такое, что бесплатно, но нету такого термина бесплатно, нету. Не может быть одна из причин, ну, я так подозреваю, что может быть те, которые занимаются подостоянием нелегальных услуг, они в какой-то степени, пускай нелегальные, но коммерсанты, то есть они что-то в бизнесе понимают, они посмотрели. Ну, то же самое можно сказать о наркодилерах и контрабандистах. Я к чему веду, что они посмотрели на тот контент, который есть у официальных, скажем, вот этих операторов, да, и может быть предлагают что-то другое, я не знаю, мы, это может быть больше вопрос к совету по электронным СМИ и по поводу их решений, ну, к примеру, не знаю, вот запретили там на три месяца вот вещания. Это очень полезное решение было для легальной индустрии. Да, и получается так, что, ну, вот в пакете было у людей, да, ну, и не стало, да, кто-то мог подсуетиться, потому что, ну, не все, особенно люди пожилые, при всем к неуважении, они не очень дружат, может быть, так точно и через интернет будут смотреть свои любимые передачи или фильмы, да, и, видимо, те, кто предлагает нелегальное содержание, могут предложить, не знаю, РТР, еще какой-то канал, который, допустим, к примеру, российский, да, вряд ли здесь большой популярностью будет французский или испанский канал пользоваться, но мы все реалисты, да, вот это тоже, наверное, одна из проблем, чтобы вот операторы могли показывать действительно рейтинговые каналы. Да, конечно, вы правы, в NEPL-P, Совету по электронным СМИ, очень тяжелая бюрократическая система, чтобы какой-то, например, новый канал получил лицензию в Латвии, там надо согласоваться. Даже не политические условия, мы говорили, да? Да, 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 это занимает полгода примерно, и, конечно, этот РТР, который вы упомянули, почему это было болезненно, если много, могу коротко объяснить, потому что с этим решением NEPL-P просто запретил этот канал 38 легальным операторам Латвии, которые здесь работают легально, но это только платформа кабельных телевидений, а телевидение распространяется еще в спутнике и в интернете. Да, смарт. И этот канал, еще смарт, ну, смарт это то же самое, что интернет, это аппликация, но что они сделали? Так, они стрелили в ногу одной платформе, а спутники через нелегальные нонсервисы спутниковые, 3Color NTV+, все смотрят, как смотрели, им наплевать на это решение, и в интернете тоже, после этого решения я как раз искала в интернете, где легально я могу в интернете получить RTR-канал. Во-первых, у них есть свой официальный конт в Ютубе, а во-вторых, я еще нашла 5 или 6 линков, где в интернете они, вы просто смотрите прямой эфир RTR, это их официальная страница. Еще есть, по-моему, у них 124, кто же может смотреть углосуточно и за бесплатно. Именно, да, я нашла, вы нашли больше, я нашла 6 домашних страниц, где в интернете RTR все смотрят, как смотрели. Так вопрос, а насколько эффективно такое решение в этом дигитальном веке, когда всем все доступно в любом телефоне, планшетке, компьютере, где угодно, и когда угодно, какой смысл такому решению. Они только ударили по 38 легальным операторам. И по рекламодателям, которые там размещали допустим рекламу. Тоже, да. Так что, ну, это уже скоро закончится, по-моему, еще месяц остался, или меньше даже. Так что, пережили и до этого эти запрещения. просто интересно, что потом был... Вот то, что не радует, это то, что после этого решения, я тоже, одна из моих работ, я смотрю каждый день портал SSLV, отдел по услугам телевидения. Полития тоже смотрит его. Вот так, да? Да, конечно. Там очень хорошая информация. И сразу, как появляется такое решение совета по запрещению какого-то канала, так все нелегалы-пираты это используют как слоган рекламы и маркетинга. Они говорят, приходите к нам, у нас вам никто никогда ничего не запретит. Так что, мне опять больше работать, так что спасибо. Да, это правда. Привемся ненадолго, я вижу, что и звонки во второй части будем их принимать, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире и начнем со звонка, как и обещали. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. Скажите, вот вопрос к вашему гостю, к вашей гостю, вернее. Да, это, конечно, тема такая правильная и я ее полностью поддерживаю. Мне интересно, вот вопрос такой, у меня большая коллекция, очень большая коллекция, и обширная, и рабочая, на магнитных пленках. Осталось записи студийные, в свое время я за них получил большие деньги, это все сохранено, причем это все записано с виниловых полосинок, с первого первого источника. Вот что по поводу авторских прав можно сказать про эти вещи, да, у которых у некоторых людей коллекции есть, они существуют, но я понимаю, что на сегодняшний день эти записи вытаскивать нельзя, потому что за них надо платить, но а как быть, если они были официальными когда-то, сейчас стали ненужными, то есть качество, оно даже может быть где-то в какой-то степени выше, лучше, чем цифровое, потому что аналоговое качество, магнитная лента, вы же понимаете, я вообще работаю диджеем достаточно долгое время, очень большая коллекция у меня существует, она живая, рабочая, магнитофоны всех хай-класса, то есть высшего класса, то есть коллекция и ленты, записи, ну вот этот вопрос, как с этим быть? Это как-то... Спасибо за вопрос. Сейчас, да. По-моему, авторская про 50 лет, да, если не ошибаюсь? Совершенно спокойно и пользуйтесь своими хорошими пластинками, кстати, винил сейчас опять вошел в моду, я сама когда-то тоже была диджеем молодости и закон по авторским правам говорит то, что одна копия ваша для личного пользования, вы можете ее приобрести и ничего никому не надо платить, но это для личного пользования. Да, а когда человек играет в дискотеку как диджей, во-первых, у него должна быть лицензия диджея, это дает вам надо взять оттуда лицензию и просто играйте и по лицензии и используйте все свои записи высокого качества и никакой проблемы. Спасибо. 612-939, телефон прямого эфира, пока мы ждем, может быть, еще звонок. Вот такой вопрос, который я хотел задать, вот вы фактически упомянули о нелегальном контенте в интернете, может быть, несколько подробнее. Что мы собираемся делать насчет этого? Как в других европейских странах это уже работает хорошо, все поняли, что пиратство до нуля никогда мы не сможем победить, это то же самое, как по аналогии, никогда не поймает полиция всех преступников, убийц и так далее, так что какой-то процент всегда будет, но то, что очень эффективно работает в интернете, это лишение доступа к нелегальным домашним страницам, и это значит, что есть какая-то компетентная институция, или это опять совет по электронным СМИ, или суд, или... Вот сейчас такой механизм работает по азартным играм, что вот есть эта инспекция по азартным играм, и они делают мониторинг, это лицензированный вид предпринимательства, и они принимают решение, вот что, например, домейн такой-такой, под таком именем, он в территории Латвии, в территории интернет-зоны, это IP-зона Латвии, что этот контент нелегальный, и тогда отсылают это решение всем интернет-провайдерам, интернет-провайдеры в своих DNS-системах и этих оборудованиях, маршрутирования трафика ставят этот список, и вот вы как пользователь какого-то интернет-провайдера, или это мобильный, или фиксированный, Wi-Fi, это не важно, просто не получаете больше доступа к этому контенту, это работает очень эффективно, я сама участвовала в октябре в прошлом году в большом саммите контента в Варшаве, там, где Motion Pictures Association, это ассоциация всех больших киностудий и ассоциация музыки из Лондона, представители показывали в своих презентациях, как трафик сразу, мгновенно снижается после введения вот этой системы лишения доступа, и потом он переходит к легальным сервисам, потому что нет эффективно гнаться за каждым пользователем, это очень большой административный ресурс, вот тоже, например, если взять другую тему для визуализации этого примера, вот служба госдоходов СГД, например, решила сделать вам аудит личный, ну не вам личный, но, например, кому-то, не дай бог вам, ну вот, я знаю, что один аудит СГД стоит 3000 евро, и вот, скажем, вот человек работает два-три месяца, рассматривает документы пять лет, и находит, что вот человек не декларировал пять евро, вот по закону тогда пять евро умножается на два, десять евро получаем в госбюджет, а потратили 3000, вот такую аналогию я могу привести тоже с этой проблемой, потому что там гнаться за каждым, это возможно технически, потому что интернет-провайдеры все видят, что, когда, где вы смотрите, по вашему трафику, на какие странички вы заходите, плюс еще эта система дигитальная по этим, cookies, как по-русски вы переводите это, ну, то бишь, все, что вы делаете в интернете, оставляет след, и очень просто технически высечь, кто, что, где, когда смотрел. Для этого провайдера, поскольку у него там десятки, а то есть сотни людей, для этого он должен задаться такой целью, вряд ли он все бросит и начнет сейчас с каждого отслеживаться. вот для этого неэффективно гнаться за одним человеком, а более эффективно всех жителей конкретной территории через этот механизм просто лишат всем доступ, и люди не получают нелегальный сервис в интернете. Вот это как бы самый эффективный механизм, который сейчас развивается в Евросоюзе, и мы будем тоже следовать этому примеру. А мы будем принимать звонки, еще успеем принять звонок. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, Александр. Да, пожалуйста. Ну вот, действительно, вы говорите, никакого практического значения с точки зрения технического даже не имеет значения, ограничения вот этого контента российского. Действительно так. Я, например, лично не смотрю никогда российское телевидение, уже все, так сказать, сфера перешла в YouTube. Но вот вы так бодро, так сказать, говорите, неужели вы не понимаете, или вы об этом не хотите говорить, что вот эти все ограничения имеют чисто психологический эффект. то есть унизить одну часть общества и сказать, указать на его место. Вот это имеет огромное значение. А с точки зрения технических, конечно, отключайте хоть навсегда. Я всегда найду информацию. Спасибо. Спасибо большое. Такой, наверное, больше политический вопрос. Вряд ли вы на это сможете повлиять. Нет, надо пригласить кого-то из Найпл-Пэй, чтобы они объяснили почему они принимали такое решение. И это не вопрос ко мне. Да, мы их периодически приглашаем, у них есть свое объяснение, не будем, наверное, это повторяться. Но вот интересно, тоже в этот раз уже радиослушатель позвонил. Недавно было такое исследование, которое показалось, что после того, как отключили РТР, больше людей стало смотреть НТВ. Ну, это, в принципе, логично. Да, так сказать, на что надеялись те, кто это делал, это другой вопрос. Но, в принципе, это логично, потому что аудитория все равно, если она смотрит вот этот вот контент российский, да, притом я даже допускаю, что они не столько смотрят все эти политические шоу, чуть-чуть надоевшие, сколько они смотрят, допустим, интересные там развлекательные передачи, сериалы. Да, и очень хорошего качества. Да, сериалы, да. Поэтому это другой вопрос. Я согласна с вами, да. Да. Что касается вот все-таки легальных операторов, вот вы сказали, что их 38, видимо, это по всей стране, да, есть и локальные совсем, Да, да. Как они вообще сейчас вот выживают, особенно маленькие операторы? Ну, трудно выживают, потому что легальным операторам где-то 50% расходов уходит как раз на платежи авторских прав. Это обладателям права облака. То есть, они должны ежемесячно это делать? Ну, или год, раз в год, да. Там разные договоры, там обычно это на год, но отчеты они должны давать по клиентам каждый месяц. Это очень сложный бизнес, да, в регионах там очень эти маленькие есть, операторы как-то выживают, как-то они обслуживают местное общество. Хотя особенно повышать цену они тоже не могут, да. Тоже не могут, не могут, да, так что трудно, но выживают. Давайте прием еще один звонок. Добрый день, слушаю вас. Добрый день. Да, пожалуйста. Ну, вот у меня такой вопрос несколько на встречу вашей гости по поводу легальности. Вот есть в интернете содержимое. Почему государство пытается перекладывать функции на пользователей по выяснению легальности? Если содержимое в интернете есть, значит, я им пользуюсь. Я не обязан как пользователь лазить по справочникам каким-то, которые где-то искать, что из этого контента является легальным, а что нет. то есть это функция государства. Если есть какой-то запрет, то, значит, это государство обязано следить за его выполнением. Не то, что я пытаюсь где-то бесплатный какой-то контент вызывать антропологов и проверять, почему я пользуюсь бесплатным контентом. Не моя задача убеждаться в том, что он легален или нет. Это первое. Второе. Не думает ли ваш гость, что вот этот нигилизм легальности, о котором он упоминал, в Латвии в частности, связан именно с неадекватностью принимаемых государственных решений. Вот в том контексте РТР ваша гость сама сказала, что нашла массу возможностей посмотреть контент, какой был смысл его запрещать. И решение необъяснимо с логической точки зрения, и поэтому народ просто не воспринимает их как руководство в действие. Спасибо. Да. По первому вопросу, во-первых, я согласна с слушателем, я как раз об этом и говорила, что потребителя не надо судить, и это правда, это решение должно быть принято каким-то компетентным органом, потому что такое содержание в территории Латвии нелегально, это может принять и совет по электронным СМИ, или суд, прецедент у нас есть по задным играм, и я согласна, что не надо на человека, потребителя ставить эту задачу. Задачу, да. Насчет второго вопроса, это больше философический, мне тоже не нравятся многие решения и вещи, которые происходят в стране, да, я уже говорила об этом решении РТР, что это ударило по одной из трех технических форм распространения телевидения, и тем, которые пользовались и пользуются интернетом, этим контентом, для них это решение не значило абсолютно ничего, но этот вопрос правда вам надо задавать тем, которые принимали это решение, я представляю ассоциацию, которая представляет право обладателя и легального контента, фильмов, музыки и телевидения. Если вот как бы подводить может быть итоги того, что вот мы сегодня говорили, все-таки какие вы видите основные, не знаю, задачи сейчас вот вашей организации, вот самые актуальные, что бы вы хотели сделать или может быть уже начали или не успели пока? Как я говорила уже, сейчас большой вызов это как-то решить проблему с интернетом, какой будет механизм Латвии, я изучаю все примеры цивилизованных стран Евросоюза. Есть какие-то там решения, да, варианты? Есть, например, в Дании очень хороший механизм, как работают интернет-провайдеры вместе с правообладателями, что у них меморандум сотрудничества и... И он только на Данию распространяется, разумеется. Только на Данию. Плюс в Дании очень хорошая поисковая система, как легальный Google, мы его называем, что вот человек хочет, например, видеть ТВ-канал, фильм или какую-то песню или книгу прочитать в дигитальном виде, и он в эту поисковую систему ставит то, что его интересует, например, меня интересует такой-такой фильм, и эта система ведет его к легальному сервису. Но он должен зайти тогда на датский Google, да? Да, это только на Дании. Я просто рассказываю, что я собираю хорошие примеры других стран, чтобы не изобретать велосипед снова. В Португалии тоже что-то похожее, в Великобритании. Вот мы хотим идти в направлении этих стран, которые уже прошли это, и просто соберем все хорошие эти практики с других стран и ведем Латвию тоже что-то такое, чтобы людям было удобно, хорошо пользоваться легальными услугами, и надеемся на развитие легальной индустрии и снижение пиратства. Это вот такая основная задача, да? Это самая большая. И есть всякие маленькие задачи, например, мы очень интенсивно обучаем полицейских все еще во всей Латвии прокуроров и судей по интеллектуальному имуществу, потому что какой-то стереотип до сих пор у прокуроров и судей, например, нету трупа, нету преступления. То есть нет опыта работы с такими делениями, да? Просто нет у нас судебных прецедентов, вот одно решение было первый раз в независимой Латвии в прошлом году суд Уогры принял решение по распространению нелегального телевидения и велел заплатить осужденному компенсацию каналу ЛНТ и ТВ3 за то, что нелегально распространял в интернете. Так что первый прецедент есть, но как это долго шло и все это расследование, это 3-4 года до судебного решения. Мы просто хотим тоже этих правозащищников, чтобы они тоже понимали нашу боль и что авторские права надо уважать. авторские права тоже относятся к правам человека? Конечно, да, это тоже имущество, это ваше имущество, вы как автор имеете право получать компенсацию за свою работу, как любой автор, не знаю, книги, песни, фильмы, передачи и так далее. Еще будем провести тоже социальную кампанию в этом году, в октябре, по-моему, сейчас, ну, просто сейчас планировка идет, не буду еще заранее говорить, это все в процессе, так что работы есть много. Ну что ж, пожелаем тогда вам успеха, вот так у нас время. Да, еще, наверное, звонок один успеем принять. Слушаем вас, пожалуйста. Как хорошо, что я дозвонил тебе, господи, у меня даже не вопрос. Приятно, вот еду в машине и слушаю, что у нас есть компетентные, умные чиновники, я правильно понимаю? Нет, я не чиновник, я как, представитель. Поздай, извините, я опять расстроен. Но я помогаю чиновникам работать. Быть умными. Ну что ж, хороший сводок подзановец эфира, действительно, успеха вашей организации, ну и действительно, нам только остается призвать все-таки слушателей помнить, что у каждого продукта есть автор, никому не нравится, им бы тоже не понравилось, если бы их вещи какую-то личную украли, ну я так понимаю, что авторский труд это такая же личная вещь на человека, так сказать. Спасибо большое. Спасибо вам.